Ранее в Арк Целая стая волков прямо очень близко Ты куда ты идёшь? Ты куда ты идёшь? В этой серии Гнев Пауэрдрища накрыл весь остров Зэм хай! С вами Юджин и сегодня мы снова с вами играем В Арк Сувайвл Эволфт! А Пауэрдрищ вернулся спустя месяц В этот раз вам не пришлось ждать слишком долго Арка Ладно я набрал Больше месяца, полтора месяца Но не так долго как раньше А значит лайк я уже заслужил Поставьте лайк и мы приступаем Коллега вот вы где Я совершил невероятное открытие Какая чушь на этот раз У вас соблысение Эй перестаньте Направьте свою дурацкую лупу в другое место Дурацкую? Коллега вот сейчас было очень больно за лупу Она между прочим у меня совершила Еще более невероятное открытие чем ваше облысение Скорее всего это будет маловероятное открытие О нет коллега все более чем достоверно В прошлый раз во всей истории Пауэрдрища Меня смутила одна деталь Только лишь одна да? Помните как Пауэрдрищ наткнулся на древнее строение? Помню Очень хотел бы забыть но помню И это навело меня на мысль Что скорее всего существовали древние цивилизации И я начал наводить справки И вы не поверите Не поверю Как вы догадались Древние цивилизации действительно существовали Их было 12 Они сражались друг с другом в эпичнейших битвах Заключали альянсы И покоряли мир Но благо я обнаружил эти цивилизации Эти древние королевства В самый их расцвет Как раз когда во всем мире их скачали более 80 миллионов раз Что? Скачали? Мобильную игру Rise of Kingdoms Люди могли выбирать себе полюбившуюся цивилизацию Римляне, викинги, британцы, немцы и другие А самые мудрые из игроков Не просто сражались со всеми подряд Но и создавали альянсы И развивали свои собственные города Тренировали солдат И улучшали городские здания Прокачивали командиров И улучшали технологии для увеличения боевой мощи И влияния на мир вокруг А в сочетании с мультяшной графикой Сцены битв в Rise of Kingdoms Максимально яркие и эпичные Выбирай свою цивилизацию Назначай харизматичного командира И веди свое войско в бой А свою цивилизацию к величию Качай Rise of Kingdoms по ссылке в описании Завоюй славу Покори мир Вы что, опять это делаете? Что, коллега? Пытайтесь выдать мобильную игру За археологическое открытие Чтобы выбить финансирование Извините, коллега Но я сейчас играю за риблин И мне нужно принять очень важное решение Какое? Поднять большой палец вверх Или опустить вниз Что в этом важного? Делайте, что хотите Тогда палец вниз, хорошо О нет Порой мне кажется, что я маленький остров Который плывет В бескрайнем море Что я только что сказал К чему это я, интересно? Совсем скоро эти стены в пещере исчезнут И я смогу застроить ее Своими собственными И поможет мне в этом морально Мой друг Фитц И мои птеродоны Птеронодоны В общем, доны различные В общем, задачи мои на сегодня такие Это построить дом в пещере Укрепить его И после Отдать все врагу Ладно, я шучу Ничего не буду отдавать Но если враг захочет Я отдам все врагу А, гад ползучий Так Надо его как-то выгнать отсюда Пойдемте Выманим его И сбросим прямо в море Или досадим его на шипы Давай, оп В сторону Твою мать Костя сломал Все, он меня сзади убил Дурацкая была затея Надо было просто убежать от него Так, где я там позорно упал Вот он Вот он я Тварь здесь Тварь здесь Но, по-моему, она втупляет в камень Так что я могу быстренько все забрать А, быстрее А, черт, кольнуло, кольнуло 88 секунд Мы будем отравлены Так, давайте просто оббежим его Оббежим И не будем с ним ввязываться в драку Зачем это нужно? Вообще, зачем это изначально было нужно? Зачем я всегда усложняю себе жизнь? Просто сваливаем отсюда Конечно же, добудем себя О, 24 мяса Он бежит за мной Все, давайте в дом Черт, нет дверей Он сейчас зайдет сюда, да? Главное просто весь мой хлам Перетащить вниз в пещерку Тем временем у меня уже плавится металл А вон эта тварь стоит Довольный собой Господи, я такая мерзкая тварь Как я вообще с собой уживаюсь? Ну да ладно Пойду лучше отравлю кому-нибудь жизнь Ладно, он мне покоя здесь не даст Давайте просто убьем его Подохни Подохни Смотрите, просто Он так взбесился на меня сейчас А я как на тебя обешусь, ты бы знал Поэтому я тебя и пытаюсь убить Хороший выстав, Евгений Спасибо, Евгений И еще один И он уже весь в крови Так, вот аккуратненько По заднице ему Да, я его коцаю Да, он почти сдох Да, он сдох Ну и кто-то токсичный, бэч Евгений, ты такой токсик Я прям охреневаю с тебя В смысле, я не токсик? Ведь я не токсик, да? Короче, друзья Я решил не мелочиться И приручить еще одного оптера У меня теперь их будет три Я знаю, что этого точно убьют Поэтому я назову его Расходник Ну че, расходник Полетели знакомить тебя с моей семьей И запомни, мы не токсики Мы очень мирные Френдли Любим дружить Никакие подлянки никому не делаем Живем очень дружно Понял? Вот такое правило Че ты встал? Че ты встал? Я же сказал про подлянки только что Не делаем друг друга подлянки Почему ты встал? У него стамина закончилась К счастью, я был готов к этому Я был готов к тому, что я затуплю Как обычно Тем временем Мой литейный цех работает на максимум Посмотрите Все горит В том числе и ноги мои Которые стоят на этих штуках Но мне пофигу Ведь главное Слитки плавятся Папки мутятся И респект поднимается Оно будет плавиться всю ночь И оно Это я про металло говорю Оно будет плавиться всю ночь А я пойду спать Ночь была спокойная Но кто взерошил мои волосы? Оу нет Фыц питается гнилью Это надо исправить срочно Пойдем Птер Полетели добывать ему рыбку Это прям какой-то тамагочи Мне так нравится Заботиться о Фыце При том, что я его в прошлой серии Так спас Эпически Что Не знаю Он мне очень дорог Максимально дорог Если с ним что-то случится Я не переживу И вы не переживете И он Уж точно не переживет Вот смотри Дельфинка плывет Прям ко мне Кстати говоря А че ты ко мне плывет? Дружить со мной? Дать сырая рыба Я могу дать сырая рыба? Давайте дадим сырая рыба Смотрите Приручение на 4,3 И еще один приплыл И О Че-то их так много Все приплыли на рыбу халявную Оо Ничто так не умиляет Как няшные дельфинчики Плавающие рядом И ничто так не пугает Как толпа дельфинов Который плывет на тебя со всех сторон Вы че Все за халявные рыбы Приплыли Ну ладно Давайте я конечно дам Но имейте ввиду Вы живете в море Море На 80% состоит из рыбы Теперь я не могу понять Кого из них я приручал Я вроде как всех приручаю Уже получается Но Кого-то я приручал побольше Тебя? Нет Все Отварите короче Мне нужен один только из вас Мне вот эта вот рыбина не нравится Она может мне испортить все приручение А тут к счастью Я нашел дельфинчика Который страусом притворяется И он в голову в песок заснул Посмотрите Я почти О Я почти его Приручил 20 левел Мне в принципе хватит Я приручил его Как-то так У меня теперь такие имена будут Вообще без креатива Потому что задолбался Все равно животных убивают потом всех Давай всплывай Или Или все Это твоя фишка Постоянно быть с головой в песке Так Знаете что У меня есть подозрение Что все Я правильно понял Сервер глюканул И все зависло Теперь им нужно быстрее Бежать туда Вдруг моего дельфинчика убили Ну вот я вижу Что я точно сдох И мой птер живой Отлично Прыжок И Пуф Хорошо От... Жив А мое мертвое тело отчаянно делает вид, что оно не мертво Хоть все и отвисло, мой дельфин все еще в песке Акула, рядом Так, все, собираем с себя Теперь надо как-то заставить его выйти из этого положения дурацкого Блин, этому гаду и свисты не помогают А, нет, выпал, все, ух, есть Все, летим отсюда Надо в какую-нибудь бухту его О, нет, мне не нравится это Мне это, блин, не нравится Во-первых, этот хрен стоит на месте, а другой хрен к нему подплывает грызть Уйди Кыш, акула Какая же акула? Ну почему? Почему? Почему ты не плывешь? Смотрите, он просто грибает. Он как буйок. За меня не заплывать, мистер акула. Не заплывать дальше. На крайняк возле меня плавай. Черт, вы тупорылые животные. Так, защищать. Молодец, наконец-таки подплыл. Блин. Все, ну да, его немножко так пожрали. Но акула вернется. Возможно, с друзьями. Этого я еще больше боюсь. Ведь потому что в самый ответственный момент все друзья дельфина его бросили. Не плыви к нему! Не плыви к нему! Нет, засрак укусила! Заплавника убила его! Все, мне здесь больше делать нечего. Как только акула вынырнет, я сразу начну мстить. Ладно, я просто занырну и отомщу. Мстить! В целом, я помню, что Фыц хотел рыбу. Так что, да, вот мы за этим здесь. На, Фыц, кушай. Будем кормить детеныша выдры, как полагается. Сблевывай рыбу ему в рот. Я сейчас собираюсь лечь спать. Но я чувствую, что меня ломанут. И не хочется терять все резцы. Поэтому мне пришла идея гениальная в голову. Сделать невидимый дом под водой. Вот у нас, видите, уже тут целая куча металла наплавлено. Просто огромное количество. Это все для пещеры я готовлю. И вот здесь тоже много. Но это всего лишь деревянные ящички. Мне нужно что-то более надежное. Например, деревянные ящички внутри железного дома. Какая прикольная идея. Теперь я буду спокоен за свои ресурсы. Вряд ли кто их заметит. Никто не заметит. Я крут, я умен. Я гений. Гений Евгений. Надеюсь, ресурсы будут в целости и сохранности, когда я проснусь. Но на самом деле самое главное. Это ты. Что ж, новый день. Мы снова... Мы проснулись. Мы здесь. Мы в разбитом доме. Почему я постоянно ожидаю чего-то другого? О! Где мой пчер? Короче, моему подводному дому с ресурсами хана. Но самое страшное, друзья, это то, что произошло с Фитцей. Я даже не хочу показывать место. Место преступления. Потому что там... Там нету его. Почему это всегда со мной происходит? Почему меня лишают всего, что мне дорого? Единственное, чего меня не лишили... Так это воды в легких. Я больше так не могу. Ты сорвался камнем вниз. Вот такой судьбы каприз. И пусть нарушит груда... Нет, все, никаких больше грустных песенок. С меня довольна. В этой истории должно что-то измениться. Дилафазавр, подохни! Я даже слепую тебя убью. И твоего друга... Все, с меня хватит, друзья. Серьезно, я больше не буду добряком. Если эта игра хочет так, я стану плохим для всех. И лишь молвил эти слова Пауэр-дрыщ, как небо окрасилось в багровый цвет. Словно гнев Пауэр-дрыща накрыл весь остров. Как бы намекая, что всем хана. И будь уверен, мир, хана тебе точно. Ибо Пауэр-дрыщ раскопал топор войны. Вот это мне уже нравится. Это моя пещера. Теперь официально. Осталось только как следует забаррикадироваться здесь. И построить ловушки. И построить оборону. Сделать так, чтобы любой, кто сюда сунется, не высунулся больше отсюда. Все, что попытается засунуться в мою пещеру, будет отстреляно вот этими растениями. Шипами будет проткнуто. И мой паразавр будет атаковать немного, но сильно. Сильно стараться будет атаковать хоть как-нибудь. Вот, посмотрите, как у меня тут все устроено. Все забаррикадировал, как мог. Криво, с щелью, с ветрами и сквозными. Но зато хорошо будет выветривать все говно, что хранится у меня здесь. И превращается в компост питательный для тех же самых растений, которые будут делать больно всем, кто сунет свою пещеру. Вы поняли меня? Я и все мои животные поднапряжемся так сильно, что враг пожалеет, что связался с нами. Вот как мы крутые, посмотрите, парадрыщ аж снес яйцо, а ведь он самец. А нет, он самка. Я опять не прочитал, кого я приручил. А мой птер, да-да, он будет ждать, когда придет беда. И он повернется и скажет насилию да. В общем, вы поняли, теперь все мой враг, вообще все. Даже вы, растения, мои враги. Если не будете мне подчиняться. Весь мир мой враг. Оп, человек на птере. Человек на птере. Слушай, не хочешь объединиться? Я думаю, если мы будем работать вместе, у нас гораздо больше шансов. И не волнуйся, я не мразь, я тебя не подставлю. Какой-то рандомный чувак предлагает дружить, при этом только что сказал, что меня не подставят. Конечно, заходи, мой друг. Добро пожаловать в мой дом. Все, мой дом, твой дом. Залетай. Должен сказать, меня прям удивило, что ты меня сразу вот так вот принял. В этой игре много всяких инсайдеров. Че еще за инсайдеры? Инсайдеры это такие ребята, которые прикидываются друзьями, а потом вступают в твой клан, заходят в дом и все разрушают изнутри. Ненавижу таких. Но я сам не такой, не волнуйся. Признаюсь честно, чем больше ты об этом говоришь, тем больше я тебе доверяю. Да-да, я сам понимаю, как это сейчас звучит. Но честно, я тебе говорю, я не такой. Моя вера в тебя только крепнет, чувак. Я тут полетал по пустыне и нашел немного лута. Вот, забери эти штанишки, они мне не нужны особо. А еще я нашел нефтяной насос, я заметил, что у тебя наверху месторождение нефти. Так что мы можем качать нефть. Ты хочешь сказать, что я нефтяной магнат? И еще вот эта штучка, в ней соль для консервации, чтобы хранить продукты дольше. Ты хочешь сказать, что я соляной магнат? Давай я тебе покажу свой дом, и ты поймешь, какой я магнат. Я словно себя ценщика недвижимости пригласил в дом. О, неплохо ты с растениями придумал. Я думаю, я поставлю здесь еще и турель, которая будет стрелять только по игрокам. Я рад, что тебе понравились мои грядки. А теперь пойдем еще тебе покажу. Узри же, мои коптильни! Видишь, что тут есть? Все коптится. А у тебя тут бараны где-то водятся? Да, одного видел как-то. Он принимает всех подряд к себе домой без разбора. Найти барана редкость. Ну, главное знать, где искать. Пойду, пожалуй, я еще немного полетаю, полутаю что-нибудь. Может быть, что-нибудь полезное найду. Дайте подумать. Я реально впустил в свой клан и в свой дом человека, которого просто встретил на улице, по сути. Хотя только что обещал себе стать суровее. Я добрый человек. Я даю шанс людям всегда. А что он там сказал про нефтяные залежи? Это вот это, что ли? Я сначала думал, что это кусок металла. А это кусок нефти. Ну-ка, давайте-ка впендерим сюда эту нефтескважину. Такая огромная хрень просто, как я в кармане себя и держал. Смотрите, уже качает нефть. Да я же нефтяной магнат, мать мою. Что-то меня смущает, что чела уже очень-очень давно нет. Собирается ли он вернуться? И один ли он вернется? Ладно, давайте не будем об этом думать. Я не хочу жалеть о сделанном выборе. Я думаю, что я правильно поступил. Все будет окей. Поживем. Увидим. Что? Куба? Что? Погодите, где мы? Я несколько секунд думал, что карта просто не прогрузилась. Где мы, блин? Чувак, где мы? Что за хрень? Что это за место такое? Что это за планета? А что у нас здесь? Жемчуг. Что это такое? Кровать? А что в журнале написано? Сволочь, а скотина. Все уничтожено. Посмотрите, все уничтожено. Мы его птера убили. Короче, я угоняю этого птера. Этот чел меня подставил. Все понятно. Я зря ему доверился. А что там по карте? Посмотрите, как далеко он нас отнес. Ладно, у меня было время подумать, пока я летел сюда. Минуту я подумал. И я думаю, надо слетать к этому челу, пока он еще онлайн. И спросить у него, что за фигня. А это что такое? Сейчас подберу. Так, это броня лиственная и какое-то седло. Гигантозавр. О, прикольно. Может быть, я его как-нибудь приручу. Вон он там уже костер разжигает. Хорошо, он двигается. Ну давайте пойдем поболтаем с ним. Ну что, чел, рассказывай, что произошло? Слушай, когда тебя не было, я отправился за ресурсами. А когда вернулся, вот уже нас сломали, к сожалению. А я вижу все иначе. Я пускаю тебя в свой дом. И его тут же разносят в щепки. Это совпадение? Эм, я... Блин, я правда понимаю, как это все выглядит с твоей стороны. Но я тебе клянусь, я здесь ни при чем. По мне так проще забрать твоего птера и оставить тебя на этом острове. Если бы я был с ними, я бы ушел с ними. А я тут с тобой на отшибе прячусь. Поверь, у нас двоих больше шансов. Полностью с тобой согласен, бро. Верю тебе на 100%. Мы можем попробовать слетать в пещеру и забрать то, что там уцелело. Короче, я опять поверил чуваку на слово. Но я думаю, в его словах есть доля истины. Баранов очень трудно встретить. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. О, боже мой. О, блинушки, да. Согласен, на это больно смотреть. Я про этот станок, который стоит почти что на краю. Как они так легко нас вынесли? Во-первых, в пещерах постройки получают в 6 раз больше урона. И ты мне только сейчас это говоришь, да? То есть мы все это время тратили силы и строились в пещере дальше. Эй, внимание, я нашел двух баранов. Что ж, как оказалось, забирать оттуда было абсолютно нечего. Все придется делать заново. И я искренне думаю, что чувак здесь правда ни при чем. Но я могу попробовать повыживать вместе с ним. Разделить все. Ресурсы, труд. Больше всего я люблю делиться тяготами, конечно. Я просто знаю, что если я сейчас уйду от него, то все пойдет по кругу. Я буду снова один и снова меня будут рейдить. Но самое главное, я думаю, что для меня и для Пауэрдрича это шанс узнать что-то новое. Вот я посреди моря на маленьком островке. Застрял с каким-то чуваком. И среди этих безжизненных пустых островков самое зеленое деревце. Это я. Лед? Что? О нет. Коллега, вам стало лучше? Немного лучше, спасибо. Тогда поскорее вставайте, мой дорогой коллега. Ведь у нас много работы. Нам нужно найти новые улики, которые помогут нам узнать правду о Пауэрдриче. А заодно и понять, смог ли он найти лекарство, которое спасет и нас. И я никуда отсюда не выйду. Но почему же? Потому что я ненавижу эту пустыню вокруг. Еще немного и я сорвусь. Пожалуйста, дайте хотя бы денек отлежаться в палатке. Потому что это единственное место, где нет песка. Больше не нужно слов, коллега, я все понял. Возьмите столько времени на отдых, сколько вам нужно. А чтобы вы могли следить за временем, вот вам, пожалуйста, песочные часы. И чтобы восстановление вам казалось слаще, то, пожалуйста, угощайтесь моим песочным печеньем. Оно очень вкусное. И я знаю, что вы любите горячий чай. Поэтому я вам сделал чашечку вкуснейшего горячего черного чая. И я знаю еще, что вы у нас сладкоежка. Поэтому давайте я вам немножко подсыплю сахарного песка. Ой, это был просто песок.